Человечество веками ищет ответ на вопрос об инопланетной жизни с надеждой глядя в ночное небо. Но разумнее воспользоваться советом классика и предоставить небо птицам, а самим обратиться к стульям. Именно это мы с вами и попытаемся сделать. Попробуем найти космических пришельцев среди нас. Заинтригованы? Тогда в путь! ХАББЛ Некоторые представители мирового ученого сообщества полагают, что многие вирусы, вызывающие незабываемой леденящей кровь пандемии, адресом собственной прописки могут смело назвать какой-нибудь метеорит или хвост пролетающей кометы. Соответственно, народное поверье о том, что увидев ночную гостью, надо ожидать беды, не лишены рационального зерна. Какие же болезни, которые мы считаем сугубо земными, занесены из космоса? Или, может, инопланетяне уже давно и успешно проживают среди нас? Грипп и компания. Банальный грипп, которому многие относятся как к неизбежному злу, вызывает пандемию, носящие миллионы жизней. Вспомнить хотя бы легендарную испанку. Она забрала с собой около 2,5% жителей Земли. Человек угасал буквально за день, просыпался здоровым, к обеду поднималась высокая температура, а к ночи больной умирал от молниеносных осложнений. Примеров глобальных эпидемий гриппа история насчитывает немало. Но почему вирусы продолжают поражать землян, если после болезни к перенесенному штамму вырабатывается стойкий иммунитет? Ученые задумались и нашли вероятный ответ. Дело не только в том, что вирусы мутируют, вынужденно приспосабливаясь. Оказывается, на хвостах комет и метеоритах чужеродные микроорганизмы с успехом путешествуют по бескрайним просторам космоса и частенько высаживаются на Землю. Согласно подсчетам, ежедневно в земную атмосферу попадает около 20 тысяч космических бактерий. Многие из них сходны с нашими родными. Вследствие этого земные вирусы активнее мутируют, а инопланетные организмы вызывают невиданные эпидемии. Сальмонелла-мутант По поводу космического сальмонеллеза можно наверняка сказать, что он существует и буквально изобретен в космосе. Дело в том, что на космическом шаттле в 2006 году решили провести эксперимент, имеющий своей целью выяснение поведения сальмонеллы в условиях пониженной гравитации. Исследование перестало быть рядовым, когда ученые в ужасе обнаружили стремительное преображение бактерии. 167 генов безвозвратно мутировало. Мыши, которым привили необычную сальмонеллу, умерли в муках, поскольку микроб был просто беспощаден. Страшно подумать, какой микроорганизм в следующий раз вырастет в пробирке на орбите Земли. Маргеллонова болезнь Этот недуг не очень распространен и имеет психогенные причины. Заболевание часто связывают с потерпевшим крушением в 2004 году зондом. Он разбился в районе американского штата Юта. Болезнь проявляет себя крайне странными симптомами. Пациентам кажется, что под их кожей ползают паразиты, вследствие чего они расчесывают ее до кровавых язв. Это приводит к прорастанию из тела волокон непонятного происхождения. К этому стоит добавить мучительную бессонницу и гниющие зубы. Непохожее воспаление Пневмония – заболевание, безусловно, опасное, но при нынешнем развитии медицины вполне излечимое. Но то, что в 2002 году начал убивать людей в Китае, не подпадает ни под один известный штамм. Атипичная пневмония быстро распространилась по всему миру. Но, к счастью, также скоро угомонилась. Астробиологи выяснили, что зараженная пыль из космоса, вероятно, приземлилась в районе Гималаев, где озоновый слой наиболее тонок, и уже оттуда начала свой смертоносный вояж по планете. Только так можно объяснить внезапность эпидемии. Болезнь века. Давно нам внушают, что ВИЧ переносит определенный вид обезьян. Но сравнительно недавно появилась иная теория. Высказана мысль о том, что вследствие столкновения комет смертоносные вирусы попадают в земную атмосферу. И, может быть, именно так вымерли несчастные динозавры. Касаемо ВИЧ, то индийские ученые считают, что земной вирус, поглотив инопланетное ДНК, стал чрезвычайно опасным, и таким образом земляне получили провокатор СПИДа. Зика. Гроза будущих мам. Вирус характеризуется тем, что вызывает запредельные врожденные мутации, а также очень быстро видоизменяется. Это происходит из-за того, что микроорганизм обожает лакомиться чужеродной ДНК. Астробиологи считают, что вирус регулярно скрещивается с инопланетными коллегами, поэтому представляет повышенную опасность для человечества. Гигантский пандоровирус. Этот вирус инопланетянин, поскольку только 6% его ДНК схожи с земными типами. Он огромен. В 10 раз больше любого земного аналога. Обнаружен в Чили и Австралии. Но опасен разве что для Евглены Зелёной. Пока. Судя по всему, очевидно, что поиски инопланетной жизни следует начинать с Земли. Ведь столько всего неизведанного ещё предстоит узнать. Подпишись.